В нашем современном мире, кажется, никому не удается уйти от повседневной суеты и стресса. Дела, обязанности и многочисленные заботы поглощают наше внимание, оставляя мало времени на то, что по-настоящему важно для души. Однако для каждого из нас существует то особенное место, где мы можем забыть обо всем и просто наслаждаться жизнью. Героиня нашего сюжета, студентка Ивановского государственного университета Виктория Семенова, вот уже 15 лет занимается танцами в народном коллективе «Веснушки». За многие годы это стало для нее не просто хобби, но и настоящим источником счастья. По словам самой Виктории, мир русской культуры ей помогла открыть бабушка. Именно она привела на порог Центрального дворца культуры маленькую и скромную девочку, которая даже подумать не могла, что здесь малышка оставит свое сердце. Ну, наверное, никому неизвестный факт, я родилась не в Фурманове. Я приехала из республики Коми, города Ухты. Там занималась классикой, начиная, наверное, с трех лет и до пяти. Любила это дело. У меня была хорошая растяжка, я садилась на шпагат, умела делать колесо и любила постоянно в садиках утренники. Только я не помню, были ли у меня главные роли, но это не так важно, наверное. Но уже с того момента я любила быть в Центре. Когда мы переехали сюда, все началось вообще с бабушки. У бабушки была сестра родная, и когда мы только сюда приехали, сестра ей говорит, вот, у нас в городе есть веснушки, они много куда ездят, путешествуют, постоянно на концертах выступают, попробуйте попасть туда. Что вы думаете? Бабушка взяла меня вот так вот под подушку, и мы пришли в Центральный дворец культуры. Пришла ко мне маленькая девочка, лет шесть, наверное, такая черноглазая, веселая. Я решил собрать подготовительную группу. Она сразу стала таким лидером в этой группе. Я как сейчас помню, папахи они одели, эти девчонки, с саблей у них, они танцевали и пели казацкие песни. Вот так Вика к нам пришла, и очень скоро она вписалась полностью в наш состав. Я хочу что сказать, что этот человек, конечно, очень одаренный. Знаете, у меня, скорее всего, играл какой-то азарт. Когда меня взяли, я хотела быть в первой линии. Смотрю на старших, они все в первой, а мы очень долго, вот с кем получилось попасть в старший состав, мы стояли постоянно сзади. Я такая думаю, так, так не пойдет, я должна попасть в первую линию. И вот шло время, вот эта любовь, вот этот накал, он развивался, и потом, когда прошло, наверное, лет шесть, ну все, уже не отнять. Вот так вот и зародилась любовь, когда вот я пришла именно в старший состав. Вот эта атмосфера, она окрыляла, и это продолжается по сей день. «Место, где я забываю обо всем», так Вика называет ставший ей по-настоящему родным коллектив «Веснушки». Здесь, среди звуков музыки, пения и гармонии танца, она находит радость и свободу от повседневных проблем и забот. Здесь встречается со своими талантливыми наставниками и друзьями, которые, несомненно, разделяют успехи и поражения. Здесь смело выражает свои чувства и эмоции, не боясь осуждений и насмешек. Здесь она становится собой, даже если порой что-то не получается. Если долго мучиться, что-нибудь получится. У меня вот так вот. И когда я танцую, я в абсолютно другом мире, и у меня как будто открывается вообще другой взгляд на жизнь, другая душа, вот именно та душа русская, народная, где хочется ее выплескивать и показывать это зрителям, чтобы он тоже понял и прочувствовал, вот как вот жить вот этим вот народным творчеством. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что здесь я обо всем забываю, потому что здесь хорошие люди, здесь хорошая атмосфера, поэтому я стараюсь, и мне кажется, все получается. Штеблеты и сапожки под русские гармошки, под переступки ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, и тара не забитая, но все же непокорная. Так она вкладывает душу свою во все движения, она очень прислушивается, она очень впитывает информацию, прям, знаете, вот прям жадно, не хотя ее никому отдавать. И это приятно, с человеком с таким очень хочется работать. И я думаю, что вот именно сейчас она на пике, на пике своей популярности, своей танцевальной карьеры, потому что она лидер в коллективе, за ней девочки идут, ее уважают, ее ценят, к ней прислушиваются. Для них она самый настоящий друг, который придет в любую минуту, стоит только позвать ее. И мне кажется, это очень ценно в наше время, что у нас есть такие друзья и коллеги, и товарищи. Не знаю, может быть, я беру на себя очень большую роль в этом коллективе. Но когда они триты, девочки, которые помладше, они сами ко мне подходят и спрашивают, так ли это надо делать, так ли я делаю, а когда мы выходим, а что тут. Вот почему-то все уверены, что я точно знаю все. Иногда, конечно, это бывает не так, но мне очень приятно, что на меня кто-то может рассчитывать в любой момент и попросить помощи. Я всегда открыта, я всегда помогу. Виктория признается, что веснушки научили ее смело мечтать и верить в свои силы. Здесь она стала частью чего-то большего, чем просто коллектив талантливых артистов. Она стала частью истории, которая вот уже на протяжении 35 лет существования ансамбля продолжается и пишется каждым выступлением, каждой радостной минутой и грустной ноткой, каждым смехом и аплодисментами благодарных зрителей. Я когда была маленькая, я была очень скромной. Я не могла ничего никому сказать поперек. Я проще уйду, поплачу, приду, зато все нормально. А веснушки, они помогли мне стать такой, какой я хотела быть, наверное, всегда. Сейчас я уже могу смело разговаривать, уже ничего не боюсь, никого не стесняюсь. Вот эти комплексы, которые у меня были, вот эта моя зажатость внутренняя, она улетучилась и испарилась. Я думаю, что это благодаря веснушкам. КОНЕЦ Вика – это тот человек, который полностью отдает себя своему делу. Потому что неважно, какое настроение, желание, занята она или нет, она все равно здесь. Мне кажется, это тот единственный человек, который ни разу не пропускал репетиции. И это очень греет душу, потому что для Вики уже веснушки – это не просто хобби. Это уже ее жизнь, и мне кажется, мы для нее семья. Я хочу Вике пожелать, чтобы она оставалась с нашим коллективом как можно дольше. И желаю ей хороших успехов. Конечно, и учебы желаю, чтобы она стала профессиональным журналистом. Не зря говорят – талантливый человек талантлив во многом. Сегодня Виктория Семенова – студентка Ивановского государственного университета. Вот уже почти год девушка трудится штатным корреспондентом телеканала «Фурманов ТВ», успешно совмещая учебу и работу. С уверенностью говорит, что профессия тележурналиста всегда была ее заветной мечтой. Раньше я даже представить об этом не могла, что когда-нибудь я попаду на экраны телевизоров, и кто-нибудь увидит меня такую. Это вообще, мне кажется, было что-то нереальное. На втором курсе я писала курсовую на тему «Журналисты война». И что-то меня так это все замотивировало. Не знаю, почему так было решено. Видимо, я не просто так выбрала эту тему. Я хочу работать на «Звезде» в качестве военного корреспондента. Почему так? Не знаю. Я, да, конечно, это большая ответственность доносить людям информацию с поля боя. Это все так важно именно для корреспондента и вообще для, в принципе, для общества, которое будет слушать то, что ты говоришь, и видеть то, что там происходит. Я хочу именно не для этого, а для себя понять, насколько я смелая в этом плане. Если получится, значит, так оно должно и быть. Именно в желании быть полезной окружающим людям Виктория находит вдохновение и радость. Ведь не зря ее имя «Виктория» означает «победа». Это значит, преодолевая на пути к своим мечтам все препятствия, осваивать новые высоты, открывать новые горизонты. И это для Виктории Семеновой настоящее счастье. Ну, я думаю, что счастье получить гораздо сложнее, чем там деньги, допустим, удачу, не знаю, везение. Счастье вот оно просто так тебе не дается. Для меня счастье – это когда все рядом. То есть я вообще не могу, когда жизнь тебе сюрпризы какие-то преподносит, и все меняется кардинально. Мне надо, чтобы все было как есть, чтобы близкие были рядом всегда, чтобы все были тоже счастливы, как и я. Если у всех все есть, значит, и у меня тоже, соответственно, все будет.